этот город можно назвать столицей кофе в сша здесь родился билл гейтс и появилась нирвана первые боинги также начали строить именно здесь и старейший непрерывно работающий рынок америки тоже находится именно здесь нет ребят это не нью-йорк не майами или лос-анджелес это друзья мои сиэтл давайте начнем с самого названия города который происходит от имени вождя индийского племени суками сет он был известен своей мудростью стремлением мирному существованию с европейскими поселенцами дипломатичностью и лидерскими качеств он был уважаемым оратором и переговорщик именно у него были дружеские отношения с первыми европейскими поселенцами и торговцами собственно говоря именно поэтому имя вождя сиэтла стала ассоциироваться с городом сиэтл из-за его роли в подписании договора point elliot в 1855 году результатом этого договора стала передача земель коренных американцев соединенным штатам представляю сколько денег получил этот вождь у сиэтла как города было и есть много других неофициальных названий с 1869 года город стали называть городом королевы queen city так как в одном из агентств недвижимости сиэтл называли тихоокеанской королевой городов а в 1912 году был проведен целый конкурс на лучшее неофициальное название города и победил тогда изумрудный город другие неофициальные сиэтловские имена врата на аляску город дождей и джет-сити джет-сити благодаря компании боинг об этом дальше да ребят сиэтл часто называют городом самолет почему здесь находится штаб-квартира того самого боинг одной из крупнейших в мире авиастроительных компаний компания боинг была основана ни много ни мало в 1916 году уильямом боингом как pacific aero product co именно в сиэтле первоначальная компания зародотачивалась на строительстве гидросамолетов и стала главным игроком во время первой мировой войны произведя военные самолеты хочу заметить что во многих городах как и канады так и америке популярны гидросамолеты собреты которые садятся на воду там есть и такие авиатакси в том же самом ванкувере когда между островами вы летаете на вот таких самолетиках 20 местных в той же канаде есть бивер самолет очень удобно и прикольно если вам вообще интересна жизнь учеба в канаде заходите к нам на сайт 3ds maps . рука можно выбрать учебные заведения там же можно проконсультироваться с экспертами по чобе в канаде помимо выпуска коммерческих самолетов боинг занимается чем еще занимается исследованием космос боинг ключевой подрядчик nasa компания участвовала в разработке космических аппаратов ракет носителей например space shuttle и cst 1000 starliner от самолетов кофе сиэтл является родиной известной по всему миру сети кофеин starbucks первое кафе starbucks было открыто здесь 1971 году кем были основатели это были три товарища три партнера джерри болдуин за фсигал и гордон волка они в свою очередь были вдохновлены альфредом пита который открыл пить кофе анти berkeley калифорния 1966 году здесь хочу обратить внимание что и этот кофешоп стал известным на весь мир сеть это также существует и по сей день кофейни этой сети находится в сша арабских эмиратах китая всего 370 точек вернемся к starbucks оригинальный магазин starbucks не был традиционной кофейни сидячими местами и обширными меню здесь в основном продавались кофейные зерна высокого качества чайные листья и оборудование для домашнего заваривания сеть starbucks начинала как единственный магазин но начала расширяться в 1980-х годах под руководством говарда шульца который позже приобрел компанию основателей компании starbucks начал быстро расти в конечном итоге став одной из крупнейших и наиболее узнаваемых сетей кофеин в мире самого начала в компании использовали культовый логотип starbucks что там нарисовано русалка почему русал он основан на норвежской гравюре на дереве 16 века в качестве прототипа с годами логотип эволюционировал но русалка так и остается центральным символом бренда на оригинальном логотипе starbucks была изображена русалка с двумя хвостами или сирена которая была использована как напоминание о морской истории кофе вам наверняка было интересно это за русалка до сиэтле была сильной культура мореплавания портовый город ну и конечно русалка с его волнистыми длинными волосами двумя хвостами это символ соблазнения и очарования которые по мнению основателей отражает суть соблазнительного аромата и вкуса свежесваренного кофе первое кафе starbucks была расположена по адресу 2000 western avenue а в 1976 году она переехала на пайк place где находится до сих пор этот магазин на пайк place до сих пор работает и является одним из самых известных и посещаемых мест хотел сказать в мире да что уж там мире все сам же пайк place культовый рынок считается самым старым непрерывно работающим рынком сша здесь не только можно найти товары на любой вкус и цвет но и посмотреть какие традиции сохранила рынок и какие у него есть фишки у рынка есть своя любимица кто это нет не девушка какая-то красивая а хрюшка хрюшка рэйчел это копия реальной свиньи вот собственно говоря с именем рэйчел свинья это победила в конкурсе мисс пигги в 1985 году свинячий конкурс красота благодаря этому благодарить организация пайк place market foundation смогла привлечь более 200 тысяч долларов на поддержку различных социальных проектов направленных на оказание помощи нуждающимся пенсионерам и малоимущим семьям исторические рынки играли ключевую роль формирование развития городов по нескольким причинам рынке способствовали экономическому процветанию городов предоставляя место для торговли и обменом товарами рынке были местами социальных контактов обмена информации и культурных взаимодействий рынке часто служили центральными точками в городской планировке вокруг которых формировались жилые и торговые кварталы рынки нередко превращались в центре политической и административной власти таким образом рынки были не только экономическими центрами но и играли ключевую роль в социальной культурной и политической жизни городов посмотрите мои выпуски из валенсии или вены там я сделал съемки двух главных исторических рынков этих городов валентийский центральный рынок и наш марк в вене возвращаемся все рядом с рынком есть гамбол этот элемент часть структуры билетной кассы маркет театр в 1991 году здесь проходили представления театра спорта он же театр импровизации а стена покрытая жевачной живописью стала своеобразным творением поклонников этого вида театра как все это началось почему жевачка почему стена группа зевак в основном студенты начали приклеивать жевательную резинку к стене зачем этот вопрос остается без ответа на возможно это был своеобразный акт протеста против правила с жевательной резинкой ход в театр запрещен помните все лепили в школе под парты а может это было и другое средство развеять тоску от стояния в очереди ухода хз сотрудники театра изначально пытались противостоять этой новой привычки зрителей запреты уборки но все эти усилия оказались тщетными с течением времени слова это театральной стены распространилась и многие посетители теперь тоже вносят свой вклад в это произведение искусства но тут прошли с вами по пути от самолетов кофе свиней и искусство построенного наживательной резинки к музыке у сиэтла ребята богатая музыкальная история здесь рождался гранж музыка 90-х и гремели группы типа нирваны пиро джем и саундгарден гранж это жанр альтернативного рока возник он именно в сиэтле в конце 1980-х и получил массовый успех в начале 90-х для него характерно некое сырое нет шлифованное звучание часто сочетающие в себе элементы рок-н-ролла и металла и альтернативного рока хотя нирвана была образована куртом кабейном и кристом новосельчем в абердине штат вашингтон массовую известность группа получила именно в сиэтле там же она станет и олицетворением гранжевого движения их второй альбом never mind 1991 год включающий культовый сингл smells like in spirit принес нирване международную известность и часто считается определяющим моментом в истории рок-музыки пирл джем была образована в сиэтле в 90-м году является еще одной культовой гранж-группой их дебютный альбом than того же 91 года является одним из самых продаваемых рок-альбомов всех времен термин звук сиэтл сиэтл саунд часто использовался для описания уникальной смеси гранжа панка и альтернативного рока термин характеризовал музыкальную сцену города успех гранжа оказал глубокое влияние на массовую культуру повлияв и на моду искусство и музыкальную индустрию в целом фонелевые рубашки рваные джинсы неопрятный внешний вид ассоциируется с гранж музыкантами они стали символом новой эстетики направленной против establishment все это как вы понимаете шло в массы именно отсюда из сиэтла один из самых знаменитых музеев сиэтла музей поп-культуры или мопоп это некоммерческий музей посвященный современной популярной культуре он был основан соочредителем microsoft microsoft тоже подойдем позже пола мало на в 2000 году как музыкальный проект experience с тех пор мопоп организовала десятки выставок 17 из которых гастролировали по сша и за рубежом мопоп сотрудничестве с международным кинофестивалем в сиэтле s.i.f.f. представляет фестиваль карминажных фильмов в жанре научной фантастики и фэнтези который проходит каждую зиму с 2007 года мопоп награждает артистов звукозаписи премии founders award за их выдающийся вклад к сооружению она была спроектирована фрэнком герри формы конструкции из листового металла не все считают это здание чем-то красивым архитектурный критик нью-йорк таймс герберт ушам описал его как нечто что выползла из моря перевернулась и сдох интересно журнал forbes назвал его одним из десяти самых уродливых зданий в мире но несмотря на критические отзывы о структуре здание было названо подходящим фоном для крупнейшей в мире коллекции памятных вещей джимми хендрикса лично у меня такая архитектура ассоциируется с каким-то футуристичным взорвавшимся заводом жвачки не знаю с чем она у вас может ассоциироваться напишите в комментариях к технологиям и айти и инжиниринг что нам приходит на ум кремниевая долина конечно калифорния если спросить рядового соседа сосед где еще в америке балуются технологиями сиэтл 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 конечно это еще один технологический центр америки что здесь расположен здесь находится штаб-квартира amazon и microsoft на минуточку одни из самых дорогих компаний в мире 1994 году джефф безос бывший руководитель с wall street основал свой amazon да именно все это первоначально работая в своем гараже это у этих ребят фишка такая работать в гаражах все они начинали в гаражах да но не те эти гаражи что стоят за нашими пятиэтажками amazon был запущен в июле 95 года как книжный интернет-магазин предлагающий широкий выбор книг по доступным ценам amazon стала публичной в девяносто седьмом году и несмотря на первоначальный скептицизм компания продолжала расширять свои предложения выходя за рамки книг на момент создания этого видео состояние безоса основателя 171 миллиард долг когда вы посмотрите этот ролик он уже может увеличить свое состояние на кого-нибудь десяток миллиардов то его знает десятком больше десятком меньше microsoft еще один компьютерный гигант начавший свою историю в 1975 году билл гейтс и пола лан будучи студентами гарварда прошли статью в журнале popular electronics о новом персональном компьютере альтер 8800 вот и это они разработали интерпретатор языка basic для этого компьютера через месяц 1 февраля с компании микро инструментейшн and telemetry systems мидс производителем альтер 8800 было заключено лицензионное соглашение об использовании basic в составе программного обеспечения для альтер изначально они рассматривали название своей компании как алан и кейтс но потом решили что это больше подходит для юридической фирмы тогда пол именно пол предложил название микро софт то есть микрокомпьютер и софтвер вместе свой первый год компания завершила с оборотом 16 тысяч долларов там работала всего три человека в 1977 году microsoft basic был лицензирован компаниями apple и радио шайк на текущий момент число сотрудников microsoft а 215 тысяч человек но были у сиэтла и темные времена мне будет почему-то сейчас вот готом с темным рыцарем вспомнился но в принципе как и в во многих других городах сша были темные времена великая депрессия 1930-х годов она ударила по экономике сет работа стала дефицитом уровень безработицы и бедности резко вырос будучи крупным портовым городом экономика сиэтла в значительной степени зависела от морской торговой деятельности крах мировой торговли и резкое сокращение судоходства главные причины упадка все 1960-е годы в сиэтле как и во всей стране происходили протесты и столкновения связаны с движением за гражданские права этот период был ознаменован борьбой за равенство и социальную справедливость в начале 1960-х годов были предприняты усилия по борьбе с расовой сегрегацией в школах сиэтла государственные школы сиэтла столкнулись с проблемами связанными с расовым дисбалансом и активисты выступали за политику десегрегации в 1963 году в сиэтле был принят закон об открытом жилье запрещающий дискриминацию в сфере жилья по признаку раз но еще на самом деле и до великой депрессии в городе были свои проблемки 1886 году сиэтле произошли антикитайские погромы в ходе которых была применена агрессия против китайских иммигрантов эти события были частью более широкого антикитайского движения которое хватило западное побережье сша в конце 19 века но тем не менее от китайских работяг избавиться так и не получилось этому свидетельствуют china town и везде китайцы с бутылкой воды и куском хлеба сваливали из своей страны прыгали на корабли и ждали куда корабль причалит чуть ли не в любом мегаполисе есть свои чайна town но об этом у меня уже другая история для этого смотрите мой ролик про банкок спасибо вам за просмотр этого ролика из соединенных штатов америки подписывайтесь на канал если вам интересны темы путешествиях из разных стран городов не забывайте что у меня есть telegram канал и тоже путешествиях с рекомендациями по визам и так далее telegram канал смапс instagram также вы можете меня найти там как смапс или егор еремеев и у меня есть также второй канал про зарубежное образование я там рассказываю о зарубежных вузах колледжах лагерях в разных городах и странах непосредственно еду туда снимаю туда и все потом это дело выкладываю на канал также наш сайт 3ds maps точка ру это самый большой каталог учебных заведений по всему миру и там же есть консультанты которые помогают туда зачислиться заходите туда также подписывайтесь и будем видеться чаще пока так